Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Gadgetmania и я вам сегодня расскажу о моем недельном опыте использования самокатом Ninebot Max. Давайте начинать, поехали! Итак, данное видео будет о самокате Ninebot Max, просто будем называть его Максим. На данный момент он имеет такое прозвище и у меня есть что вам рассказать, что случилось за эту неделю. Мои общие впечатления от владения самокатом, что я испытал, какую скорость я развивал, сколько я проехал, все это узнаете в этом видео и мои рекомендации. Это видео будет сниматься с нескольких ракурсов, в том числе и в режиме LiveBlock, поэтому переключения будут, не обращайте внимания. Итак, примерно неделю назад, плюс-минус несколько дней я стал счастливым владателем данного самоката. Максим, соответственно, достан был из коробки, есть отдельное видео, если что, чекайте в описании, оставлю ссылочку. После того, как самокат отсняли, я, соответственно, на нем прокатился и был, скажем так, под двойственными впечатлениями. Почему? Потому что в первое время, первые несколько часов, я такой думаю, блин, да мне же как бы будет неудобно, потому что я пользовался самокатом с сидением. Мне уже за 30 и я вроде как еще не дедушка, но с сидением типа удобно. Так вот, мое мнение, 50 на 50, что с сидением удобно, а без сидения нет. Осталось, как говорится, пока что в таком процентном соотношении. Итак, какие же все-таки достоинства есть у самоката при его покупке, если вы все-таки выбрали, остановились так же, как я и стали владельцем данного, или хотите стать владельцем данного самоката. Первое, что хотелось бы отметить, этот самокат не нужно дорабатывать из коробки. То есть вы его достали, собрали, собирается он на раз-два. Тут есть просто вот такое вот крепление, которое поднимается, фиксируется и больше ничего делать не надо. Здесь очень удобный узел складывания. Почему он удобен? Потому что я самокат переношу. Как я его переношу? Я открываю так, сейчас мне, так как я держу камеру, одной рукой будет это сложно сделать. Я просто делаю так, другой рукой, соответственно, придерживаю, открываю замок и все. Складываю, это занимает, ну, может быть, 30 секунд времени. Может быть, 15 секунд времени. С коробки он был заряжен на 64%, зарядился до 100, там, за полтора-два часа. И, в принципе, можно было и не заряжать, ездить на этом заряде, как бы. Ну, в общем-то, больше ничего делать не надо. При зарядке он не издает шум, потому что зарядка спрятана прямо в деку. То есть там, как бы, весь блок питания находится в деке. И он не издает никаких таких шумов, которые бы вас напрягали. Когда я заряжаю самокат Kuga M4 Pro, там у зарядного устройства есть встроенный вентилятор, и он шумит, как обычный стационарник. Ночью иногда создает такие, ну, не совсем приятные ощущения. Этот же самокат достал из коробки. Вот я рассказываю, как есть. Достал из коробки, собрал, включил, зарегистрировался, активировал и поехал. Это как iPhone, то есть это самокат из мира iPhone. Больше ничего делать не надо. Не надо лезть, перебирать, не надо делать гидроизоляцию. Напомню, здесь завода X5 и X7. X5 это, он не боится, по сути, дождя. X7 полностью внутри дека из завода залита, ну, специальными материалами для того, чтобы электроника вся была в безопасности. Это не китаец, которого надо перебирать каждый гайк, каждый винтик. И я не понимаю тех людей, ну, вы покупали Kuga, вы знаете, вы знали, на что вы шли. Ребят, нет, я не знал, на что я шел. И многие из вас не знают, и многие из вас не хотят этого делать. Да, замороченные люди, которые покупают электротранспорт для того, чтобы его дорабатывать, перебирать, еще что-то, как хобби. Как раньше коллекционировать марки, сейчас просто стать владельцем электротранспорта. Но это важный момент, потому что для того, чтобы вы получали максимальную скорость и дальность хода, вам нужно контролировать давление в шинах. Правильно? Правильно. Многие перебирают Kuga и не знают, и точнее думают, что, как, точнее, высказывают свое мнение, что ничего в этом страшного нет. Да, действительно, ничего страшного нет. Это как бы, ну, как по мне, если ты покупаешь вещи, если она должна иметь гарантийные обязательства, гарантийные какие-то моменты, она должна работать. Так вот, Максим именно такой самокат. Его достал, зарядил, не зарядил, включил, активировал, и он поехал. Далее. Пока первое время, не обращайте внимания, установлена стрейч-пленка для того, чтобы, ну, во-первых, 14 дней все-таки надо посмотреть. Бывает брак у любой вещи. Я это сделал с целью того, чтобы просто самокат не был грязным. Естественно, со временем я эту стрейч-пленку сниму. Может быть, поставлю какую-то дополнительную защиту. Я уже начал присматриваться. Есть у нас в нашем любимом Алиэкспрессе пару-тройку вещей, которые можно приобрести для этого самоката. Ссылочки, кстати, на кронштейн для телефона, на электро-гудок, который, ну, скажем так, рекомендуют во всех сообществах про этот самокат. И пару-тройку вещей я оставлю на всякий случай в описании под этим видео. 350 ватт мотор-колесо. Существует две версии, которые можно отличить по серийнику. Под номером 6 и под номером 9. Шестерка мощнее, девятка быстрее. Быстрее. Как вам попадется, бог его знает. Говорят, что девятка попадается только в моделях G30P. Самокат, я напомню, приобретал в магазине EcoVills в Санкт-Петербурге. Ссылочка тоже будет в описании вместе с промокодом GMMAX. Промокод дает вам скидку. То есть, если вы туда напишите и скажете, что вы пришли с канала GadgetMoney, и просто скажете, я хочу купить самокат со скидкой от канала GadgetMoney, вам ее предоставят. Если, не дай бог, вам ее не предоставили, если что-то случилось и вам отказали в каких-то моментах, просто напишите мне под любым видео, в любом комментарии. Напишите, будем разбираться в самом конкретном случае. Если что, нам все будет хорошо. В общем, я этот магазин могу пока смело рекомендовать. Обращайтесь, пожалуйста, к ним. Ссылка будет в описании под этим видео. Итак, в общем, далее. У нас, соответственно, дека сейчас закрыта. На самокате я в общей сложности за неделю проехал немного километров. Но это пока еще обкатка. То есть, болячки могут повлезать, могут не повлезать. Но на данный момент, тьфу-тьфу, все нормально. Я проехал от 25 до 35 километров. Я просто даже не смотрю на счетчик еще сколько, но совсем мало. Почему? Это обусловлено тем, что пару-тройку дней был дождь. Потом, соответственно, у нас еще все-таки такой режим, сами знаете из-за чего. Вроде как самоизоляция, вроде как и не самоизоляция. И попросту по делам не особо-то надо ездить. То есть, их дел попросту как бы нет. На самокате, естественно, надо передвигаться с точки А в точку Б. Но я это делал и проехал всего, условно, 30 километров. Что я понял за эти 30 километров? Во-первых, в этом самокате нет системы подвески. То есть, здесь ее нет ни в каком виде. Все это нивелируется пневматическими колесами. Что это означает для простого пользователя? Это покрышки, они надувные, но они бескамерные. То есть, вы должны соблюдать определенное давление в покрышке. И тем самым, сама конструкция колеса, она сглатывает те неровности, по которым вы, типа, должны ездить. Ну, или как бы по которым вы ездите. Что по факту? Что за эту неделю? Соответственно, я поездил по всяким неровностям, в том числе и по асфальту, который не совсем такой, какой он должен быть. Есть ли отличия от того, что я ездил, допустим, на том же Kuga? Слушайте, небольшое отличие есть. Но все равно будет немножко потряхивать. Ну, естественно, не прямо вот так вот. Вот прямо вот такого вот не будет. Да, какие-то моменты небольшие он сглатывает. Но вы должны понимать, что самокат, конечно же, без активной системы, соответственно, амортизации не будет сглатывать ямы, как, допустим, с активной. Но мне пока все нравится. То есть, те неровности, на которых я езжу на своих обычных маршрутах, нормально себя ведет самокат. И мне понравилось, что если я еду по этим же неровностям на самокате Kuga, ездил на самокате Kuga, я прям чувствую, прям все трясется внутри деки. У Kuga прямо такая погремушка, прямо вот, знаете, как это, как его, как пазики. Вот автобусы, ничего плохого я к этому производителю не имею. Но у меня почему-то вот такое сравнение, как раздолбанные пазики. То есть, на Kuga едешь, и он такой дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Вот он весь там трясется. Тут вот этот сыромятина, вот этот металл, который не совсем качественный. Тут металл очень качественный. Это действительно авиационный алюминий. Я, естественно, не делал химического анализа. Но я прям чувствую, что производитель меня не обманывает. Это действительно хороший прочный материал. Он весит 19,5 килограмм. То есть, вы должны понимать, легкая вещь не может быстро ездить и долго ездить. Этот же самокат весит нормально. Он весит почти двадцаточку. И я не понимаю тех людей, которые начинают бодхертить на тему, да вы знаете, я там то-се-пято-десятое, вот мне как-то неудобно. Ребят, ну мужики, ну серьезно, 20 килограмм, ну да, ну если вы не девушка, так 20 килограмм поднять это в радость должно быть. Это какая-то физическая активность, физическая зарядка. Да, соглашусь, наверное, в потоке, в метро, там, если вы, там, не знаю, там, собрались в театр с самокатом, как бы, вам не совсем будет удобно эту двадцатку с собой носить. Но в любом другом случае, 20 килограмм это нормально. Вы, значит, не носили самокаты, которые весят от 27 и более. Kuga весит от 25 до 27 килограмм, в зависимости от модификации. Halton'ы весят там выше 30 килограмм. И другие модели выше 30 килограмм весят. То есть, 19 килограмм для самоката это нормально. Многие пишут, 13-15 килограмм Xiaomi 365 Pro, типа, вот там, 13,5 килограмм это, типа, нормально. Да, но вы никогда не получите на Xiaomi такой пробег, который я получил на Максиме. Скорость 23, вес 95 килограмм. Справа от меня поток машин. Женщина, которая ничего не слышит. Скорость 23 километра, мост в гору, как вы можете понимать. Очень сильный ветер у нас. Прям очень. Сильный встречный, сильный боковой. Плюс я вешаю 95, плюс рюкзак килограмм 8-10. Скорость 22, уклон, ну, больше, соответственно. Борюры, конечно, боль. Всех самокатов. К этому мы еще вернемся. Так вот, эксплуатация по дороге, он взглатывает неровности. Сколько я на нем выжимаю по скорости? Здесь три режима скорости. Эко, драйв и спорт. На спорте я езжу постоянно. Эко, драйв попробовал. Нормальная скорость, если вы, допустим, там, только начинаете ездить на самокате или хотите выжить с него максимум. Сам режим эко говорит о том, что, типа, я на этом режиме проеду долго. Но будете ездить меньше 10 километров в час и по ровной поверхности. Далее. Что у нас? Солнышко выглянуло, поэтому могут быть пересветы. Но суть не в этом. Сколько я выжимаю? Езжу на спорте. Я вешу 95 килограмм. Рюкзак вместе со мной практически все время. Он весит от 6 до 10 килограмм. В зависимости от того, есть там камера, есть там какие-то вещи, купил продукты. В общем, 10 килограмм. Итого 105. Я выжимаю все, что мне обещает производитель и магазин, который мне продавал этот самокат. Я выжимаю с него 24-26 километров по асфальту, по ровной поверхности. Что будет, если я поеду в горку? Едет ли он в горку? Да, друзья, горки я покажу, встрою видео прямо сейчас. В горке с уклоном от 12 градусов без проблем. Вообще все хорошо. Так, вот у нас Максимка. Вот у нас горка. Посмотрите ее угол наклона. Для меня кажется угол абсолютно нормальным. Плюс у нас не асфальт. У нас вот такая вот неровность. В общем, смотрите сами. Скорость на горке, если есть небольшой подъем, падает до 20 километров в час. Есть и совсем высокий. То есть угол, соответственно, становится больше. Естественно, скорость снижается. Ну, вы на нем заедете в горку. Не пойдете пешком рядом с ним. Попробуем с разгона. Прямо с самого низа. Плюс хочу отметить, что мы не на асфальте передвигаемся. Мы передвигаемся по... Для самоката, скажем так, бездорожью. То есть это, конечно, не грязь. Вот такая вот у нас горочка. Это, конечно, не грязь. Но вы должны понимать, да, что все-таки угол наклона приличный. С разгона на изи. Но спойлер. И не с разгона на изи. То есть я могу стоя просто оттолкнуться и поехать. Скорость 13, 12, 12. Здесь самый крутой наклон. 10. 10 километров в час. Должны понимать, да? Посмотрите окружающую. В среду. Машины. Люди тусят. Вот такая вот горочка. Ну, а сейчас половина этой горки, собственно, без разгона мы преодолеем. С горки 18. Уже страшновато, потому что горка крутая. Давайте вот отсюда просто встанем, развернем самокат. Оттолкнемся, потому что он с нуля не стартует. Кстати, это особенность, которая мне не нравится. Ну и, собственно, поехали вверх. Тихонечко, да? Не спеша, но едет. То есть вы едете, поедете на самокате, а не пойдете. У него, кстати, есть такой ассистент. Прямо в приложении можно нажать кнопку, крайняя левая кнопка. И он будет ехать сам и будет его только придерживать. Для совсем ленивых европейцев или для китайцев. Не знаю, для кого это придумали. Но в приложении такой функционал есть. Что еще есть? То есть мы... Я вам докладываю, что за неделю использования я в среднем езжу 25 километров в час. Какой у него разгон? Как он тянет? Мои 105 килограмм вместе с рюкзаком. Резво, друзья, резво. Да, он будет проигрывать по мощности и скорости каким-то другим моделям. Допустим, тому же Kuga AM4 Pro, который я так не совсем хорошо от нем отзываюсь, как о производстве. Но Kuga его выигрывает по скорости. Потому что этот жмет 25, если перепрошить, жмет 30. Но это тема отдельного видео. В общем, друзья, 25 километров в час. Kuga AM4 Pro меня попросту делает практически как стоячего. 24, 25, 26 километров в час спускаюсь с небольшой горки. Давайте прокатимся по асфальту. В потоке. 25 километров. Но я в этом не вижу ничего предосудительного. Потому что ездить на самокате в городской черте по пешеходной дорожке свыше 25 километров. Хорошо. Стоп. Хорошо. Свыше 30 километров в час. Это уже какие-то, ну, это ненормальные суммы, ненормальные цифры. Почему? Потому что это в первую очередь безопасность ваша. Не просто так ограничивают производить. Не просто так в Германии нельзя ездить. Там штрафы бешеные. Вы заплатите несколько сотен евро за нарушение скорости на самокате. У нас придут к этому тоже. И просто будут копы стоять и на тебя, как бы, ну, дать этот, какого... Господи. Ну, в общем, вы понимаете. Радар, да. Будут вас радаром щелкнуть, а вы едете в 35, и вам, хопа, косарик штрафа. Вам это надо? В общем, смысл в том, что мне, 105-килограммовому старому дядьке, за 30, хватает той скорости, которую развивает. Динамичность, которую он развивает. Скорость развития скорости мне нравится. Пока что меня все устраивает. Скейт-парк справа. Вот такой в глубинке асфальт. То есть вы должны понимать, да, что хороший ровный асфальт, он у нас есть вон на трассе. Может быть, местами. А пешеходы все здесь. Представляете, здесь 35 ехать стоя. Или 40. Не на пешеходах. Продолжение следует. специально голову опущу для того чтобы вы понимали как я это делал и поехал у меня есть сомнения по то что удобно ли им пользоваться без сидения я привык просто к сидушки но это в внешней степени по большей степени точнее моменты когда надо самокат куда-то приподнять то есть вот эти вот барьеры бордюры как хотите так и называйте за сидение соответственно хоп и перенес хоп и перенес тут первый день я типа занес потом я научился самокат просто поднимать я уже понимаю в этот момент не на самокат приподнять то есть я переднее колесо задираю подношу его и все он там занимает секунду да как бы просто я не еду по бордюрам свыше там пяти сантиметров а я их я его соответственно поднимаем этот бордюр многие с этих бордюров катаются никаких проблем то есть плюсы пневматической как бы резины в том что она не имеет внутри покрышки точнее этого господи камеры и ее не проткнуть также в завода встроена антиприкольная система антипрокольная система многие замечу герметично а по ободу все это зажимает герметиком у многих травит там надо держать определенное количество соответственно давление в колесах об этом я сейчас кстати расскажу самокат нужен при моем весе на к давление в колесах должно быть три с половиной атмосферы почему потому что ну вот такие вот рекомендации я еще ничего не делал вообще ничего обмотал встречи для того чтобы не убить деку за две недели пока тестируют дальше соответственно будем смотреть будем накачивать колеса вот такую скорость я развиваю 25 26 километров с горки 26 28 вот так честно 28 один раз помню если с горки скачки скатываюсь 28 один раз я видел на спидометре но говорят что этот спидометр врет в каком процентном соотношении он врет в 10 процентов 15 20 процентов по gps я еще не приобрел закрыты у нас магазины не приобрел этот держалку креплялку на магните чтобы ну не хочу я ждать с алиэкспресса как бы ну приобрету в магазине а потом уже будем смотреть что можно на алиэкспрессе купить может там реально можно купить дешевле пока приобрету в магазине жду вот сейчас вот должны торговые центры открыться и пойти на руль как бы приобрести держатель для телефона для того чтобы полноценно поставить телефон и уже ну заснять и посмотреть сколько показывает скорость gps да даже бог с ним пускай мне это производитель типа с компьютером врет типа он не развивает 25 или 25 на самом деле типа наверное еду 20 до бог с ним я понимаю что скажем так в пике да то есть когда мне надо хоп быстро развить скорость мне той скорости для того чтобы обгонять пешеходов обгонять велосипедистов не хватает мне производитель по паспортным данным и магазин в котором я перед тем как покупать консультировался меня проконсультировали я ребята говорю сколько он будет честно ездить с какую дистанцию на нем будут как бы преодолевать мне спросили сколько я вешу я ответил честно мне сказали ну стоими данными по ровной дороге как бы ты будешь 25 это будет хорошо если ты будешь проезжать на данном этапе времени я его заряжал два раза и никогда он не был разряжен 0 от 15 до 30 процентов оставалось и всегда мне боялся что на следующий день этого не хватит я заряжал его в ноль но на самом деле можно было не заряжать то есть я его точнее ставил он не был разряжен в ноль я его ставил на зарядку для того чтобы на следующий день если был запас прочности по акб то есть он у меня ни разу не сел в ноль при этом сколько я на нем проехал максимум ну наверное сейчас больше 40 я не могу сейчас посмотреть снимаю как бы да в общей сложности на одном заряде я больше двадцати семи километров проехал пускай даже это приложение врет и все эти данные китайские накрученные то есть в любом случае пускай это будет 10 процентов ранее да то есть минус 2 я в любом случае буду проезжать 25 километров в час при весе в 100 с лишним килограмм я буду проезжать свои 25 километров многие выжимают 35 40 47 45 42 друзья это все зависит от веса если вы мужчина в россии который весит от 80 пускай от 75 до 110 килограмм на свои 25 километров вы сможете смело рассчитывать сначала думаешь 25 километров это же наверно не так много я сейчас сижу на отшибе вообще в лесу практически до крайней точки города до ехать до озера донежского озера в городе петрозаводске с той точки я сейчас нахожусь 6 поля на километров посчитайте я могу туда обратно туда обратно это пересечь весь город по периметру понимаете да то есть ездить в город по делам еще что-то на учебу на работу вам хватит вы будете заряжать его два раза в неделю может быть даже один раз в неделю ну я со своими данными наверно будут два раза в неделю заряжать когда видят что я на с камерой на голове пропускает при зарядке не издает никаких шумов мне это очень понравилось дальше что мне еще понравилось мне понравился механизм складывания почему потому что я его для того чтобы я сначала думал блин это будет неудобно несколько часов вот этого было первого не первые несколько часов владения для меня были такими честными напряженными потому что я не понимал как пользоваться этим самокатом а этот самокат создан не просто так его в прокате в европе сделали ну то есть его практически создан для проката то есть ты допустим дома он у тебя сложен зарядился ты его берешь просто берешь здесь даже для дураков отметка есть где брать для того чтобы у тебя самокат не перевешивал ты его берешь я постоянно смотрю вниз потому что смотрю тайм-код видео здесь берешь за это место и он у тебя никуда не перевешивает единственный нюанс неудобно что грипсы не складываются ручки не складываются надо смотреть я постоянно задеваю этими ручками либо в лифте либо в дверях но общем-то его берешь он тебя не перевешивать эти 20 килограмм держишь спокойно одной рукой и идешь как будто бы я не знаю с дипломатом как бы да ты выходишь ты заходишь в лифт я живу на высоком этаже ты заходишь в лифт спускаешься вниз выносишь ставишь под ножку рукой отодвинул поставил сложил не занимает 10 секунд и 5-7 секунд поставил то есть ты его поставил на землю чпонь так открыл здесь эту петлю зажал точнее отжал наоборот когда открываешь и все одно движение закрепил и он у тебя готов к эксплуатации ты поехал хочешь складывай хочет не складывай но удобнее складывать ты приехал надо тебе допустим в гости зайти в подъезде его оставил пристегнул кстати наверно его замок где-то приобретать если вы знаете посоветуйте может быть у вас есть какие-то варианты которые вы уже используете и замок именно для такого типа самокатов потому что я не пристегивал на куге я пристегивал обычным велосипедным около и в общем место соединения в этом в этом месте пристегивал эх хорошо только что видел лесу не успел достать телефон для того чтобы заснять собственно я пришел на локацию для того чтобы вам кое-что рассказать никаких проблем то есть его надо еще и правильно просто-напросто при норовиться правильно использовать есть сумки которые вы можете использовать это обычная сумка чехол я либо сошью на заказ либо приобрету все зависит от цены я думаю что скорее всего куплю потому что это заказал без проблем с китая с вайлдберриса с другого магазина не суть важно как бы сколько он стоит и все там хранить его в шкафу еще где-то без проблем если допустим замокат опять же меня есть чем сравнивать с куга занимает место там определенное количество допустим там четверть балкона да то этот самокат занимает меньше места хотя по всем вот этим вот штукам то есть по техническим параметрам высоты длины ширины он такой же но в сложенном состоянии он мне кажется меньше него хочется складывать раскладывать этот механизм тебе кажется надежным про скорость рассказал дальность рассказал то есть по сути про но вот нюансы эксплуатации первую неделю я вам наверное рассказал все так вот заканчивая разговором первой неделе эксплуатации максима хочу сказать следующее даже если незаконченную мысль сейчас я закончу даже если вы будете двигаться на нем с ребенком до 10 лет ну пускай даст подросток уже наверно на отдельном самокате должен ездить он будет среднем весить от 15 до 25 килограмм я средний мужчина весит 100 то есть сверху 25 это 125 по паспорту пиковая нагрузка 130 выдержит без проблем выдержит что по поводу горок в горке забирается и с ребенком скорее всего тоже без проблем будет забираться я самокатом на данный момент доволен я доволен обслуживанием магазине и кавилл ссылочка на магазин также как и промокод будет в описании под этим видео звоните пишите им в чате не в чате на почту прям можно даже просто позвонить сказать ребята вот дадите скидку я выбрал какой-то самокат или помогите с выбором пожалуйста вам помогут без проблем все полезные ссылки на магазин надо в допы которые можно прикупить к этому самокату на плейлист про самокаты на распаковку этого самоката будут в описании под этим видео и первой первым комментариям вам большое спасибо за то что посмотрели данное видео обязательно ставь лайк или дизлайк проявляя свою активность не будь пассивен как говорится пиши свое мнение в комментариях правильно ли выбор сделал я что надо вам рассказать дополнительно может быть что-то показать дополнительно может быть о каких-то узлах или о чем-то каком-то моменте заострить свое внимание и сделать отдельное видео в любом случае все свои пожелания о магазине если есть вопросы все свои пожелания пожалуйста пишите в комментариях если досмотрел до этого момента спешит дональда к тем самым я понимаю что вы досмотрели до конца я отвечаю на каждый ваш комментарий поэтому совсем скоро увидимся спасибо за просмотр всего доброго пока пока